Челси может уволить Почетина в случае непопадания в Еврокубке, пока клуб не принял решение. Ювентус играет с Аталантой в финале Кубка Италии 15 мая. Зенит проиграл впервые за 8 матчей в РПЛ. Рубину дома. Хави решил остаться в Барсе на следующий сезон. Тренер провел встречу с Лапортой. Президент уговорил его продолжить работу в клубе. Зениту интересен хавбэк Бенфики Кекчу. Отступные 150 млн евро. Барсе интересен 25-летний опорник Валенсии Пепелло. Хави общался с ним. Антони за 95 млн евро. Худший трансфер МЮ при Тенхаге по версии ESPN. Анана лучший. Реал работает над трансфером защитника Милана Мали Катиова. Барселона обратится в суд из-за решения Футбольной Федерации не передавать записи эпизода с ударом Ямаля в Классико. Мбаппе может отказаться от бонусов и части зарплаты на общую сумму 127 млн евро, чтобы покинуть ПСЖ. Жеру подписал контракт с Лос-Анджелесом по схеме 1,5 плюс 1. Зарплата форварда 3 млн евро в год. Муниан покинет Атлетик после 15 сезонов в основной команде. Хаселу интересен саудовцам. Реал может выкупить за 1,5 млн евро 34-летнего форварда у Эспаньола. Шеффилд Юнайтед пропустил 94 мяча в 34 матчах нынешнего розыгрыша английской премьер-лиги. Таким образом, клинки побили антирекорд чемпионата страны. Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торос, ныне занимающий пост наставника молодежки мадридского Атлетико, может возглавить вторую команду матрасников. Манчестер-Сити строит планы по усилению состава и нацелился на полузащитника Педри из Барселоны. 21-летний футболист очень нравится главному тренеру горожан Хосе Погвардиоле. На счету Мбаппе 26 голов в текущем чемпионате Франции. Как сообщает Стас Фуд, Киллиан стал первым в истории французским игроком, которому удавалось забить более 25 голов в четырех сезонах подряд. Нападающий Альваро Марата может сменить клубную прописку ближайшим летом. Мадридский Атлетико хочет продать Марату за 20 млн евро. Бавария изучает варианты по усилению своего состава на летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассчитывают подписать защитника Джонатана Т.А. из Ливеркузенского Байера. Манчестеру Юнайтед в летнее трансферное окно важно усилить оборонительную линию. Сообщается, что клуб из английской премьер-лиги проявляет интерес к Александру Бастони из Интера. Вестхэм провел продуктивный переговор с бывшим главным тренером Волверхэмптона Хуленом Лапетеги. Только в минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Амарим, проведя встречу с руководством Вестхэма. Но если верить португальской прессе, главный тренер спортинга постоянно пытался использовать интерес молотобойсов, чтобы получить работу в Ливерпуле, и этот план провалился. Новым фаворитом на замену нынешнему наставнику Вестхэму Дэвиду Мойсу, чей контракт истекает в конце сезона, теперь можно считать Лапетеги. Как сообщает The Guardian, Лапетеги находится на радаре у Вестхэма несколько месяцев. И сейчас стороны провели продуктивные переговоры насчет назначения 57-летнего испанца. Лапетеги находится без работы с августа 2023-го, когда он покинул Волверхэмптон за три дня до старта чемпионата. У тренера есть и другие варианты трудоустройства, включая Милан. Однако тренеру очень понравилась премьер-лига. Фейнорт отклонил стартовое предложение по своему главному тренеру Арнес Лоту от Ливерпуля. Ради днем стало известно, что Ливерпуль официально обратился к Фейнорту и начал переговоры по слоту, которого красные рассматривают кандидатом номер один на роль для преемника Юргена Клопа. По информации Sky Sport, стартовое предложение Ливерпуля по слоту составило 7,75 миллионов фунтов. Фейнорт ответил отказом, потому что рассчитывает на компенсацию в 9 миллионов. Как видно, разноглазия двух клубов не столь велики, а сам слот заинтересован в работе с Ливерпулем, поэтому компромисс может быть достигнут в ближайшее время. За время работы в Фейнорде слот заслужил репутацию специалиста, который улучшает своих игроков индивидуально и коллективно, имея бюджет меньше, чем у конкурентов. Арне предпочитает играть по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3, что вполне подходит для Ливерпуля. Челси принял решение насчет своих фингеров, но не Мадуэки и Михаила Мудрика в преддверии летнего трансферного окна. В январе 2023 владельцы Челси потратили около 120 миллионов фунтов на приобретение Мадуэки и Мудрика, однако эти инвестиции себя не оправдали. Ранее в апреле главный тренер Челси Мауриси Почтино признал, что Мадуэки мало играет из-за великолепной формы Коула Палмера. В то же время Мудрик все еще находится в процессе адаптации к премьер-лиге и совершенно не выглядит командным игроком. Тем не менее, несмотря на давление правил финансового фэрплей премьер-лиги, Челси не собирается продавать 22-летнего англичанина и 23-летнего украинца грядущим летом. Как утверждает журналист Бен Джейкобс, руководство Челси по-прежнему верит, что оба игрока обладают значительным потенциалом и в будущем обязательно прибавят. Челси может обратиться к варианту с Рубеном Аморимом и Спортингом в случае расставания со своим главным тренером Маурисио Почтино. Челси уже не имеет шансов завершить этот сезон с трофеем, а поражение 5-0 от Арсенала накануне ухудшило и без того скромные шансы синих на попадание в Еврокубки. По информации Daily Mail, боссы Челси пока не приняли окончательное решение, останется ли Почтино на следующий сезон. Однако, осведомлённые источники ожидают, что вариант с уволением Маурисио будет всерьёз рассмотрен. Если Почтино всё-таки покинет свой пост, Челси может пригласить Аморима, которым владельцы клуба со Стэнфорд Бридж уже интересовались в прошлом. Тренер, очевидно, открыт к работе в премьер-лиге. В минувший понедельник португалец побывал в Лондоне, проведя переговоры с Вестхэмом, а до этого он контактировал с Ливерпулем. Манчестер Юнайтед урежет на 25% зарплату своего главного тренера Эрика Тенхага, если тот останется на своём пасту. Второй сезон Тенхага на тренерском мостике Юнайтед складывается разочаровывающим образом. Красные Дьяволы провалились в Лиге Чемпионов и находятся в 16 очках позади замыкающей топ-4 Астанвиллы. И только финал Кубка Англии против Манчестер Сити видится возможностью для Эрика и его команды скрасить впечатление о себе. Поскольку Юнайтед с высокой вероятностью не попадает в Лигу Чемпионов на будущий сезон, это автоматически повлечёт за собой сокращение зарплаты Тенхага на четверть, как предусмотрено контрактом голландского специалиста. Таким образом, даже если Юнайтед оставит Тенхага в следующем сезоне, он заработает только 6,75 миллионов фунтов вместо 9. Как отмечает ESPN, непопадание в Лигу Чемпионов также будет означать значительное снижение компенсации, которую Юнайтед придётся выплатить Тенхагу в случае увольнения. В данный момент руководство Юнайтед работает так, словно Тенхаг остаётся на следующий сезон. Нью-Касл хочет заключить новый контракт со своим нападающим Александром Исаком, убрав из документа пункт о понижении зарплаты. Дело в том, что действующий контракт Исака, как и некоторых других игроков Нью-Касла, предусматривает понижение зарплаты на величину до 20% в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов. Однако Швед является одним из лучших игроков команды Эдди Хау в этом сезоне, забив 17 голов в 24 матчах. На Сент-Джеймс-Парк чувствует, что если зарплату Исака и нужно пересмотреть, то только в сторону увеличения. Заодно это позволило бы Нью-Каслу оградить Александра от интереса других клубов. Как сообщает Талкспорт, новый контракт позволит Исаку войти в число самых высокоплачиваемых игроков Нью-Касла, вроде Бруно Геморрайса. Если до продажи Исака грядущим летом все же дойдет, то Нью-Касл потребует около 90 миллионов фунтов. Это в полтора раза больше той суммы, за которую Александр был куплен у Реалса Сидат. Полузащитник Нью-Касла Бруно Геморрайс является целью для Арсенала и Манчестер-Сити на летнее трансферное окно. Геморрайс блестяще выступает за Нью-Касл после своего перехода из Леона за 40 миллионов фунтов. По ходу этого сезона Бруно успел заключить новый контракт с Нью-Каслом. Тем не менее, The Telegraph считает, что Нью-Касл все равно может продать Геморрайса грядущим летом, особенно с учетом своей ситуации с соблюдением правил финансового фэрплей. Итого факта, что контракт Бруно предусматривает отступные 100 миллионов фунтов. По информации источника Геморрайс, осведомлен об интересе к нему со стороны Арсенала и Сити, но также заполучить 26-летнего игрока в сборной Бразилии хочет и ПСЖ. Только прошлым летом Арсенал и Сити сошлись в борьбе за Деклана Райса, и тогда канониры взяли верх, купив капитана Вестхэма за рекордные для себя 105 миллионов фунтов. Барселона не продаст Ламина Ямаля в ПСЖ. Ранее сообщалось, что трансфер 16-летнего вингера может стать приоритетом парижан предстоящим летом. Возможная сумма трансфера оценивается в 200 миллионов евро. По информации Diario Sport, агент Ямаля Жоржи Мендеш проинформировал Барселону об интересе в ПСЖ несколько недель назад. Однако, каталонский клуб отказался рассматривать любые предложения по ламинум, так как считает, что он станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы. Сумма отступных за 16-летнего вингера составляет 1 миллиард евро, и Барселона не планирует снижать ее. Ямаль, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из Барселоны. Сообщается, что клуб и игрок устно договорились о продлении контракта до 2030 года, когда ламину исполнится 18 лет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026-го. Серу Гераси может заменить Оливье Жеру в Милане. Ранее стало известно, что Жеру подписал контракт с Лос-Анджелесом и покинет Милан этим летом. По информации газета De La Sport, итальянский клуб начал поиски замены французскому нападающему. Рассанери проявляет конкретный интерес к форварду Штутгарту Серу Гераси и готовы приобрести его в летнее трансферное окно. Помимо результативности, нападающий привлекает внимание клуба отступными в 17,5 миллионов евро. Это значительно меньше, чем у первого выбора Милана Джошуа Зиркзе из Болонии, за которого придется отдать не менее 60 миллионов. Бениамин Шишко из Лейпцига и Сантьяго Хименес из Фейнорда, за которыми давно следит Милан, могут быть подписаны примерно за аналогичные суммы. Среди игроков, которых предпочитает Рассанери, единственный, кого можно купить за схожую с Гераси сумму, это Джонатан Дэвид из Лилия, у которого нет клаусулы, а срок контракта истекает в 2025. Отмечается, что Гераси всегда давал понять, что предпочитает переход в английскую премьер-лигу, поэтому в случае интереса со стороны первых шести клубов английской премьер-лиги, у Милана не будет шансов купить форварда.